Уважаемые телезрители, вас приветствует самая вкусная рубрика под названием Будет вкусно, и вы себе даже не представляете, с кем я вас сегодня, прямо сейчас, познакомлю. А это, уважаемые телезрители, многоуважаемый мною новый повар. Здравствуйте. Здравствуйте. Имя его Арвен. Да. Я так хотела давно это произнести, вы очень колоритный, спасибо вам большое за сотрудничество. Наши телезрители там, здороваемся. Здравствуйте. Сегодня мы приготовим для вас рыбку с кумбрия, вот такого вот плана. Ага. Его легко найти в любых магазинах у нас в Террасполе, в любых, в Приднестрове точке. Скажите, пожалуйста, мы ее будем фаршировать чем-то, запекать, жарить, какой-то будет соус, что с ней будет? Нет, мы его сейчас обчистим, почистим его, замаринуем и на огне приготовим. Ой, вот я, мне так нравится в этой рубрике работать. Итак, с чего мы начинаем? Берем рыбу, я так понимаю, да? Давайте с рыбкой я займусь, а вы порежете лимон. Пойдет? Да, а я люблю резы тут, я не особо люблю приготовить, я вам открою секрет. Поэтому, в принципе... Ничего, я постараюсь вас научить. Какой выбираете? Побольше, конечно. Ну, хорошо. А я почищу рыбку пока. Да, расскажите, каким образом ее чистить, чтобы мы знаем. Ну, я уже заранее подготовил, очистил внутренности, промыл. Ну, сейчас нам надо снять его позвоночный, хребет. Ага. А вот эту вот кожицу прозрачную мы будем снять? Нет, ни в коем случае его не снимаем. Ни в коем случае. Почему? Она должна быть целая, потому что внутри содержит подкожный жир. А, чтобы он не вытек? Да, естественно, чтобы она была свеженькая и вкусненькая, сочная. Ай, боже, как вы это все рассказываете? Ну, еще мы посмотрим. Я замешкалась. Давайте порежем его пополам. Нет, ты мне сказали, пополам и дольками, да? Нет, просто пополам. А, просто пополам. Все, я поняла. Продолжаем рассказывать мне про рыбу. Я переживаю, что вы пальцы не порезали себе. Ну, тоже в другой рубрике. Так, разрезала, но потом просто вы выдавливаете. Да, да. Нам нужен лимон, чтобы замариновать. Аккуратненько снимаем, вот, до хвоста. Отламываем руками аккуратненько. Вот, вот эта часть. Только не до головы, чтобы она... Не развалилась. Да, у нас до... Чтобы голова при жарке не отвалилась. Чтобы было красиво. Да. Как вы это все говорите? Чтобы голова при жарке не отвалилась. Так, внимание, дальше. Так, раскрываем его полностью. Эти вот выдавливаем пальцами, чтобы она вот... Ага, была такая. В виде эффект бабочки появилась. Слушайте, какой вы колоритный эффект бабочки. Ну, все. Наша рыбка, в принципе, готова. Можно ее теперь чем-то фаршировать? Да. Ну, сначала возьмем соль. Маринуем. Ага. Да. Так, лимон у вас уже готова, да? Да. Я вижу, да. Хорошо. Выжимаем полностью, сколько можно. Не сильно кисло будет? Нет. Она не сильно кисло. Еще скажите, вот пока вы ее маринуете, какую брать рыбу лучше? Свежемороженую, свежемороженую, какая она, охлажденную просто или... Ну, свежемороженую, она и так свежемороженая. Просто можете его в холодной воде разморозить, и она будет такой же свежей. Тогда ничего не развалите, ничего? Да. Ну, ничего, абсолютно. Ну, вот так ничего у нас не разваливает. Да. Внимание, дальше. Так, теперь солим. Солим. Соль обязательно. А за что вы полюбили свою профессию? Потому что вы довольно стройный. Не, не знаю, я просто люблю вкусно кушать. Вот, вы знаете, вот мы друг другу подходим. Я вообще перчим дальше, что делаем? Обыкновенно черный перец. У нас сегодняшний ингредиенты, это те, которые можно найти в любых точках, даже рынок, магазины, без проблем их можно найти. Дальше перец, чили. Нет, это паприка. А, просто паприка. Да, просто вкусненькая, сладенькая паприка. Лучше, конечно, на огне жарить с оливковым маслом. Ага, понятно. У нас есть оливковое масло, я его ищу. Конечно, ну да. Поливаем. И поливаем вот так аккуратненько. И все, вот так вот, немножечко руками аккуратненько, чтобы не повредить. Чуть-чуть еще лимону. Сверху? Да. Ой, у нее такой рот стал широкий. Да. Ну да ладно, улыбайся. Да, рад. И еще оливковое сверху. Ну, в принципе, наша рыбка уже маринована. Так. То есть его заранее мариновать или что-то с ним любим издеваться, не надо. Вот. Замариновали, тут же можно пожарить. Я поняла. На чем мы будем жарить? Я так понимаю, на огне. У нас, уважаемые телезрители, появился вот в рубрике такой замечательный для меня камин, для профессионала мангал. Да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Наша рыба, уважаемые телезрители, что сделала, Армен? Все, наша рыбка поджарилась до золотистой корочки. Она выглядит невероятно. Здесь стоит такой вкусный рыбный аромат. Давайте снимаем ее. Снимаем рыбку. Лизочка, аккуратненько, она очень горячая. Лизочка. Выкладываем на четыре ручки. Ничего не прилипло, ничего не отпало. Ну, если будем делать правильно, ничего. Очень красиво. Да, что делать, чтобы было правильно, вы мне спросите? Чтобы рыбка, у рыбки шкура не осталась на сетке, желательно его оставить хотя бы минуты две-три, чтобы она немножко остыла. Она остывает, а потом аккуратненько снимается. У меня вот, например, нет дома такой живой огненной штуки. Что мне делать? У меня только дубовка. То есть ее в какую-то фольгу или нет? Нет, 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 ни в коем случае. Фольгу, если замотать, она будет... Сухая? Не то, что сухая, она будет как бы отварная. А нам же нужна запеченная рыбка. Тогда ее просто вот в фольге на противне так вот и запекать при какой-то температуре примерно? Приблизительно 200-250 градусов. Минут 20? Минут 20, но это надо посмотреть, чаще открывать, чтобы увидеть, что происходит с рыбкой внутри. Все, все ясно и все понятно. В принципе, ничего сложного нет. Ничего лишнего. Лимон для того, чтобы выжимать на рыбку, чтобы придать более пикантный вкус. Да, для того, чтобы уже когда ты ее начинаешь есть, да, Митя? Желательно на каждый кусочек, чтобы она еще вкуснее была. Уважаемые телезрители, если вы все-таки немножечко ленивы и не хотите это делать, вы можете прийти в ресторан-террасу «Пятая авеню», и вот он вас всегда здесь будет ждать. Приготовим в лучшем виде. Да. Все готово, да? Ну, в принципе, да. Все, уважаемые телезрители, вот такое блюдо у нас сегодня получилось. Пахнет невероятно. Мы вам советуем воспользоваться все-таки рецептом, да, и такое дома у себя приготовить. Хорошего вам дня, Армей, пожелания. Приятного аппетита. Не ленитесь, готовьте. Это очень приятно. Собственно, это приготовили и съели. Это звучит как тост. Ну да ладно, хорошего дня. Ну да. Продолжение следует. Продолжение следует...